ну что зритель первый мунбланк в этом году сегодня у нас 9 6 где-то вечера как раз ужин меня дико болит голова спасибо ольге за донаты спасибо диме за то что он продлил подписку на густи у меня тут амолент из 4 яиц на покупном молоке потому что козья вовремя не убралось и стала простоквашей теперь у меня много простокваши и творога а еще сыворотки у меня тут сыр углический я такой покупала на развес я очень пыталась сделать пост телегина у меня что-то постоянно отвлекала и обычно он черновиках как-то сохраняется а тут как-то сваливала я решила что я потом эти фоточки выложу в инстаграм раз телега не хочет чтобы не узнал вас короче вот углический сыр углича поле нашу вот этот головинский сыр я когда-то покупала год или два назад на разрез и он горчил я такой блин углический сыр сделанный в угличе я еще помню пришла в угличе более тогда магазин гортушек надо да говорит тоже первый раз когда попробовала типа не поверила ну типа как это такая цена такой сыр а вкус на любителя а это что-то еще перед новым годом увидела кошка он зашел он очень такая легкая горчинка ну вкусный сыр тут короче он что-то по 75 что ли 7 74 без копейки точнее 74 99 или как-то так 75 без копейки за килограмм не вышло на 202 грамма вот этот кусочек он декабре 12 декабря прошлого года солтаны до 20 февраля этого года будет короче как-то вот осталось тут у меня порезано я при свете своей новой лампы я его жарила без крышки а потом покрыла тут четыре яичка и по количеству молока примерно ну один к одному он такой где-то в сантиметр даже высотой у меня тут новый кувшинчик мне подружка вчера подарила на новый год специально для компотика вишневый компотик последняя баночка была вишню я из него уже все слопала хотя возможно тут несколько вещь он еще плавать кошка ты столько сыра съела я хочу против и сосуды ловец есть хозяинка уже вчера с подушкой съел а ты-то вот это еще есть так вот я счастливый обладатель яиц за 100 с чем-то рублей я купила магните специально самые дешевые 110 рублей без копейки там блин такие малюсенькие желточки ну там какие-то не были за 140 что-лили за 150 за 160 я уж не помню они самые свежие были за от 3 января а эти были от 15 декабря одна упаковочка я думаю но они на расстоят ждут когда их купят думать что уж мне надо так тупо яичницу сделать ну и потом в холодильнике еще сколько-то лет сколько-то дней будут лежать мне как бы были делиться домашней курицы и они как-то вообще лежали почти месяц и я про них не вспоминала только вчера вспомнила да это все на сливочном масле белорусском борис литовск и солью так вот я я же восемь дней не ходила магазин сегодня 9 впервые за этот год сходила магнит вообще впервые я потратила деньги в этом году что-то вот как-то так получилось одно и купила что-то всего мне все было мне ничего не надо было единственное что у меня хлеб приказал долгожить вот этот вот а подружка вчера мне принесла хлебом мыть не поужинали значит и готовила я что-то готовила отметили пришествие нового года мне сегодня наконец-то были газовщики которыми сказала игрушилась прошлый приход ждала на учетами это странно чем они явились вот это что думаю чего не явились узнала что у нас плита 2012 года оказывается молодежь от прийти хозяин досталась и что-то я их ждала кайпила и я еще с утра как-то так когда проснулась у меня слегка голова немножко подбаливала потом я поняла что надо бы поесть и я что-то все никак не поем а когда захотела снова уже как бы поесть второй раз за день за третий раз уже пришли газовщики а я как раз чистила картошечку вареную чтобы обжарить пока насидели ну там все проверяли я думала я помру голода так вот я решила что раз уж 1 января этого года это понедельник то я ложилась по диетам в 9 вечером полдесятого самое позднее вечерам но как и все эти должны были прийти газовщики а мы вчера подружка у меня сидели гуляли но я потом убиралась а посуду мыла плиту мыла потому что то мне немножко все равно устраивалась она в итоге он легла где-то в 12 опроснулась и думаю нет бы еще поспать а меня мучает один вопрос и я решила про этот вопрос почитать ведь можно было бы поспать еще часик или полтора до будильника еще где-то полтора часа было но мне приспичило почитать а когда уже подумала что можно вот прям вырубает я поняла что из сша с вырублюсь придут газовщики а я тут хоть халат одеть ну чё я встала думать я халат одену я пошла муж позавтракала первым как-то вот нас тут какой-то дикий мороз был вчера еще было минус 20 сегодня уже минус 11 вот я хотел написать телегу порт что я на что теперь что и я теперь стала счастливым молодец или гориц по цене за 100 с лишним за десяток и что этот сыр который как бы российский углический точнее углический углический дважды углический я покупала на развес он был очень горький он мне не зашел я не помню просто его ела или нет я ему не рисковала сначала брать а потом думаю да блин а вдруг он этого покойки немножко другой в общем действительно немножко отличается он более белый менее горький не какая часть омлетика подостыла холодная но при этом вкусная как бывал столовки в петле холодный омлетик высокий такой вот у меня такую на бутно разобраться чем лечка стоять я тут почему в магазин не ходила мне как бы хлеб был мясо было фруктов дофига было чай у меня был я не помню показывая руль или нет руку вот уж наверное а да я еще хотела заснять видео слайд-шоу из тех кто ну как бы большинство людей под новый год и youtube особо не смотрят у них там новый год они отмечают еще на несчастливы у них радость куча дел и так далее а были такие у которых не было радости и они мне срали в камень я думаю только мне так вот спасибо амина за донат я впервые в жизни вместо вложения денег в канал позволила себе купить что-то чисто для себя вот это вот надо на тамины тут у меня луком он потом наверно с чаем вот я вот к чаю у меня было что-то еда у меня короче было я что-то так вот выходила на улицу чисто так по району пройтись мозги проведать по морозу я решила с первого числа на понедельник правда в моем понимании 1 января это был воскресенье поэтому на той неделе когда был четверг я подумала что это всегда во-первых старать пораньше выложиться пораньше это братья вставать пораньше даже если не выспалась потому что тогда на той неделе получилось стало 10 уца потому что у нас гуляли где-то до двух-трех ночи в доме кто-то там поздно отмечали новый год прикольно получилось а высокое такое надо повторить короче я проснулась встала в 10 у меня был такой упор за состояние думание лучше вставать всем ну смысле 8 иногда и всем в принципе если засыпать в 10 вечера и вставать 7 то нормально так 9 часов выспался так вот зарядка у меня пока не получается полноценно потому что были технические особенности организма но я решила что как бы питаться все таки на завтрак-завтрак в обед соответственно обед нормально так урегулировать свой режим если есть что еда какая-то прям не голодают то нефиг ходить в магазин за всякой фигнёй потому что можно каждый день оставлять там кучу денег на то что не всегда и надо или то что и так есть стала пить больше вот там котиков хочу еще сделать и пост лепешки из шмыха семян на правда когда я про них узнала ну что можно делать лепешки из семян и жмыха семян после масла пресса оставлены надо все-таки добавлять жмых льна а у меня жмыха льна не было а я когда собирала делать какое-то масло я сначала делала масло одниное угостила близкого родственника ну и это самое у меня появился жмых кстати жмых с ним на люди такой вкусный мне тут сидит кошка она мурлочит я так подозреваю что она наверное хочет сыра потому что по-моему она съела свой сыр ну чё будешь да нет не будешь не будешь вот эти на стол положу если хочешь коммунизме разрешаю ты не хочешь ну как хочешь ну вот как то так поменьше тратить денег на всякую ерунду ну уж не совсем там экономить на этот а не то там сообщение важное жду не знаю сегодня это должно при серилизации хлебушек мне тут очень нравится у меня там на холодильнике за ним идти надо он слегка водой разбавлен этот компотик он очень такой концентрированный был по вкусу он мне напомнил сегодня как вот вишневый сок магазине в коробочках продаются это было что вишневый сок там более некачественный ну вишневый компот я не знаю видно было нет ее когда тут кому не дела сыр вишневый компот самопальный более вишневый чем допустим у вишневый сок магазине как же вкусно сыр наверное надо убрать тут тоненькие кусочки можно сажать это тут все порвалось производится с 1939 года я даже не дала хотя у меня вчера подружка была какой-то перевал дятлова мне втирала я думала что недавно случилось на туристы потерялись на перевале дятлова и руководят это чё совсем танкину туда писал в каком-то девятом шой году я живу я ляду с 80 сезон как я могла знать там кто из них куда пошел мне конечно по новостям нужно было бы почитать интернете что-то мне кажется я сейчас чай с лукумом не буду пить я попью компотика я кстати люди не поверите нашла варенье мне самой интересно правда ли это но судя по его виду наверно так и есть варенье черничное варенье 2020 года июль 21 22 23 ему три с лишним года но мне жутки из черничного варенья черничный компот и вот черничное варенье почти литровая баночка амбю компотика так вот я увидела эти комментарии прям 1 января люди писали свою желчь свое несчастье выдавали мне в каментах с 1 января не всегда заходила на канал увидела вот эти даты там отказа я подумала что их обошел новый год стороной надо записать отдельное видео и пожелать им чего-нибудь хорошего ну а тем кого новый год не обошел но все равно что-то случилось ну даже если обошел вас стороной но вам при этом хватает разума и не плеваться ядом в каментах желаю вам чего-нибудь хорошего вот у меня тут один товарищ решил отдавать богам душу мне говорили надо сменить этот зарядное устройство я сначала думала что дело в гнезде потом еще что-то потом пришла ко мне моя подружка а у нее брат-близнец на это что ты не вынешь аккумуляторы не поменяешь я его не вынуть монолит ну потом пришлось объяснить что такое монолит раздолбала каким-то образом экран у своего не стекло и сам вот экран само стекло в родное в общем экрану холла рута того своего нашего с ней у своего брата-близнеца и у нее сейчас этот другой телефон в глушке там такой я поюзала помацала поняла что такое существует но смысле мне интересно было современный ведро и смартфон 13 это что на ю тубе говорят что можно со смартфона писать шорсы также делать иконку как допустим такие же функции как вот мне эта функция инстаграм есть на моем обычном смартфоне вот это вот не до хонор не до huawei с этой без гуглевской системой и на планшете с которого я управляю камеры тоже это есть вот в инсте но на планшете нет функции для youtube а вот у неё значит этот 13 ведроид внезапно награды у меня 13 ведроид но андроид это называть я ведроид у меня 13 ведроид он вообще говорит существует я говорю даже 14 уже появляется вот горит и сам камера вполне все такая приличная я как-то всегда мимо про стороной я даже не знала чё это что такое существует она его назвала ваева на каком-то техническом сайте обзора он назывался в его ну короче в и в о телефоны и что нереально существует и вполне такой приличный он 4k снимает 60 fps и 30 тоже я чисто протестила грузная играет на пианино и грудай горят у тебя одну фишку протещу можно ли такое делать в фига себе можно короче на 13 ведроиде на смартфоне можно с операционкой ну с этим с гуглем который ведроид можно делать реально эти шорт через приложение ютуба и реально вот там прям внутри можно монтаж какой-то мелко своей я поняла что-то реально существует я даже чуть было сегодня кое-что не заказала а я на это еще посматривала так что-то периодически когда он у меня еще месяц назад лежал со мной вдруг такой горячий стал летом плюс 35 таким горячим не был я думаю блин я что-то так спаранойла прискакала к ноутбуку такая положивая все 64 гигабайта плюс-минус сбокапила и он вдруг снова нормально стал ну там если убрать кучу каких-нибудь приложений которыми я регулярно пользуюсь либо не пользуюсь то он еще конечно прилично проживет не меняя аккум так а аккум-то можно бы поменять ну как бы мне год назад еще хуэй писал что типа вы можете обратиться в сервисный центр мы к вам приедем и за 2000 бесплатно установим этом аккумулятор ну типа цена цена аккумулятора я думала да если б я жила в москве или в питере то так бы и было на техподдержка мне сказала что да да типа вам надо бы капнуть все идти сдать это ну типа в сервисный центр я думаю да куда тут сервисный центр короче я себе присматриваю телефончик как вы уже поняли это не надо говорить это не на то что я намекаю сути по заданать темнее сама себе в состоянии купить но как мы уже поняли с вами когда кидала клич кроме этой камеры что вот мне надо какую-то штуку до канала типа люди поддержите мой канал я больше читала хейта чем поддержки поэтому я решила тоже не геморрится в общем еще не чуть было не заказала себе телефончик хорошо что вот я поняла что озон он пишет в не первый раз и такое с одной камерой так столкнулась с настройках короче говорил на зоне написано одна информация на деле она другая там еще не заказал телефон но нашла на арике два отзыва это вообще про эту функцию не скана ничего на сайте производителя вообще как-то не внят на счетом скана я тупо задала вопрос снимает ли он реальная 4к fps 60 и мне пишут только 2к я думаю обалдеть а информация это вообще другая ну в общем это не в его был это какой-то другой был тот который у подружки он слегка бы уж на этом у кого-то взял от рук немножко там треснутый где-то ну короче видать кто-то купил потом решил другой себе купить но эту модель я чё-то на зону наличия не видела но как я поняла она такая же практически ударостойка с одной стороны я бы хотела снова хонок только уже с гуглем меня единственное напрягает что вот на планшете на моем смартфоне вот такая фишка что до 20 процентов доходит зарядка и он говорит жрать хочу а на каком-нибудь там инфиники техно хренек на и так далее она доходит до 10 процентов или трех процентов играть хочу а вот когда 20 процентов он вполне все живет от хонора меня немножко это отталкивает сейчас так зритель я пожрал покушу я надеюсь ты со мной тоже покушал возможно у меня как обычно сумбурная да там спинка хейтерша своей личной которая сначала минутам 3 хейтера меня вдохновили на создание видео пока еще не дошла руками до этого до монтажа с комментариями пожеланием добра всем желаю добра бобра добра добра мне тут немножко насморки а что-то вчера не знаю как так получилось что с вечера чихала судра кашляла сейчас просто нас так короче говоря она мне подкинула идею вопросов и ответов но видео вопросов когда-то давно я делала этот тег вопросы что-то еще какие-то были по теме какие-то нет но я записала в разделе сообщества что типа хотите задавайте вопросы если накопится до десяти в при тематике в пределах канала и короче вот если чё можете что-то задать под этим видео или в разделе сообщества под тем постом и как бы это хотите поддержать канал как лёля но я ее назвала лёля может ей не нравится ольга хотите поддержать канал как ольга сегодня сделал я вам скажу спасибо где-то вот облачко подержи лёльку вы можете подписаться на бусте 300 рублей в месяц на монбанке как это сделал подписчик дима продлил подписку вы можете подписаться на сэмэр 200 рублей в месяц тоже на бусте ну не можете еще что-то сделать если вам хочется это сделать а то у меня одна хейтерша которую ладно не будем говорить откуда вы одна хейтерша сказала что я прям вымогаю я так думаю блин ну да многое она вымогала что что когда блогер говорит если хотите поддержать то вот канал то вот вам реквизиты что это плохо и что другие блогеры могут это делать а именно я не могу ну так вот я никого как бы не заставляю но это чисто добровольно если хотите поддержать канал то где-то вот облако будет ну и как бы с наступившим пусть он вас не раздавил а если раздавил пусть он вас поднимет расправит всем бобра и пока